Решили с Серегой тут посмотреть новые пути. Вот тут деревенька наша, домик, в котором мы живем на берегу Онежского озера. И мы сейчас хотим выйти, вот этот заброшенный вообще дом, хотим выйти мы на полуострове, вот получается здесь Онега, и там Онежское озеро тоже должно быть, ну то есть оно там есть. И мы сейчас вот как-то по каким-то тропам, по которым ходит всего несколько человек, хотим выйти туда, там когда-то была жизнь и было все классно. Ух ты, такая березка, место, вот какие-нибудь питерские люди, или туда нам надо, какие-нибудь питерские ребята здесь бы с удовольствием поделали шашлычки. Еще прикол в том, что здесь много змей, водятся змеи. Серега как нормальный пацан надел вон сапоги, штаны, а я пошел в кроссовках. Ну не то, что я люблю испытывать судьбу, но просто в кроссовках как-то мне легче, чем в сапогах. Либо надо свои сапоги иметь, у меня моих-то нету. Кстати, хорошая мысль купить сапоги. В общем, сейчас посмотрим, найдем ли мы другой берег, вот где камни змеи любят сидеть. Здесь когда-то были... Серега, здесь что, поля когда-то были, да, наверное? Вот это ровница, по-моему, называется. Когда камни накиданы вот так вот, их с поля сюда бросали, чтобы они там на поле не лежали, короче. Вон, куча камней, вот там вот змеи. Серега, сходи, возьми какую-нибудь змею, принеси. Короче, пойдем посмотрим, получится. Там, кстати, должна быть со времен войны... О, еще ровница. Вон, камни накиданы. Вот ровница. Со времен войны на том берегу должна быть баржа. Если ее остатки найдем, еще вот камни. Так, вот это фермеры, бычок там где-то. В общем, опа, трактор. Смотри-ка ты. Серега, ты же любишь старую технику? Кому нужен старый правый руль японский? Без сидения. Ладно, сейчас все увидите, что у нас получилось. А вообще места красивые. Ох, красота какая. Вот так вот, ребята, даже где-то вот на задворках Карелии можно посидеть на камушке с семками, с пивом там. Ну или просто так вот. Чем не место? Классно же. Ага, вот это вот местный фермер. У него тут картофан, скотник. Работают люди, кстати. Если ты, например, украл 10 миллионов долларов, и тебя ищет вся страна. Вот в таких вот местах можно устроиться скотником без документов. без всяких опознавательных знаков, работать за какую-нибудь копейку и за еду, и трать какую-нибудь доярку, и при этом чувствовать себя прекрасно, и молодеть. Понимаешь? Понимаешь? И все. Ты здесь живешь, пожил лет 5-7, а тебе забыли, ты помолодел, окрепчал, выкопал из-под камня свои 10 миллионов долларов и не захотел отсюда уезжать. Вот здесь вот у людей продумана тропинка. Но о ней мало кто знает. Вот ты, живя у себя в Питере, в Москве, знаешь об этой тропинке? Конечно, не знаешь. И я здесь первый раз. Так что путешествуй с нами. Тревел. Я стал тревел-блогером на этот ролик. Ух ты. Нормально. Сри, Серега. Можно будет на мотоцикле бегать сюда. На велике, на мотоцикле и пешочком. Блин, круто, круто. Сейчас мы что-нибудь точно обнаружим. Даже дрова есть. А в чем прикол? Просто в лесу дрова. Это такое, это инсталляция в стиле отхаус. Да, да, да. Короче, из Эрартре, ребята, приезжайте. Там, кстати, красные какие-то ягоды, брусника или что там. Это часть инсталляции. И лес здесь, кстати, уже не тот, по которому хочется гулять. Это что такое? А что это? Я не знаю, может кто-то въехал в канал. Может или червей копали? А вот это, что это за след? А это не может быть какой-нибудь бурый медведь? Ну да, мишка там, кабанчик приколол. Блин, что-то мне немножко как-то... Вот здесь тоже. Что это? Короче. Хорошо, что я в кроссовках. Вот это, что это за ягоды такие? Какая-нибудь смородина, брусника. Я не знаю просто эти ягоды. И вот смотрите, лес уже такой. Вот ты туда не зайдешь, он не пролазный. Там не пройти в этот лес. Вот если тут чуть-чуть на 5 метров ты еще зайдешь, а потом будешь рвать одежду. Тропинка, причем такая по краю, как будто вот это колея, видимо. Ну вот они на мотоблоке и ездят здесь, наверное, да? Прямо как будто скошено или что это? Короче, такая дорожка, видимо, популярная. Здесь, я думаю, даже на каком-нибудь Сузуки Джимни можно проехать. Бабушка говорит, что регулярно туда ходили. Ну когда-то, когда она была еще девочкой, да? Ну да. Бабушка тут ходила. Так, а здесь у нас даже типа мостик. Интересно. Ну, вот такое вот веселое приключение. Опять. Вот у нас развилка. Вот тут что-то и вот тут. Но Серега говорит налево. И опять же, очень интересно, что здесь дрова. Вот кто-то заготовил дрова. Так, тропинка тут. Как прям видно было, справа никто не видел. О! Вот мы уже видим, что проглядывает что-то. О, веревочка. То есть все, вот здесь уже. Интересно, а для чего эта веревка? Видимо, тут поручень. Ну какой тут поручень? Тут идешь и без поручня нормально. О! Вот мы вышли в какие-то места, где уже видно, что здесь идет жизнь. Ну или эпизодически идет жизнь. Потому что вот сарай. Вот место лодка. О, куда мы вышли. Лодочка. Здесь вот так заросло. Как-то на ней выплывать. Как вообще? Ни фига тут камыши везде. Ну и лодка такая. Тут уже паутина. Не сказать, что она прям сильно заброшенная. Но уже какое-то время тут никого не было. Вот тут остатки костра. Еще лодка перевернутая. Но это совсем уже древняя. И вот здесь. Да, вот это, кстати, хорошо, что ты фотографируешь. Тоже сейчас надо сфоткать. А вот это уже лодочка. Что-то наподобие кижанки. И вот лебедка, сарай. Но мы туда, естественно, не будем заходить. Это чье-то. Отличная лодка. Это наших соседей. Вот у них тут сарайчик. Причем у них нету, смотри, замков, да? Они что-то это самое. Но заходить не будем, потому что это неправильно. Якорь. Лодочка. Вот это лодка. Это кижанка называется. Или что-то типа того. Так, а что написано? Я не буду палить место, где мы находимся. Написано название деревни. И вот здесь уже такой берег каменистый. Здесь можно шунгит, наверное, найти. Серег, как вода? О, кстати, там вдалеке видно что-то оранжевое. Кто-то на лодке. Здесь прям каменный берег. Вот здесь, в этом месте, очень-очень много шунгита. Шунгит, это такая полезная штука. Она закрывает с собой радиацию. То есть, где-то в глубине там должна быть радиоактивная какая-то фигня. Ну, природная. Ты аккуратнее, Серег. И она сверху, чтобы не вредить жизни, закрыта шунгитными какими-то этими слоями. Этот шунгит добывают, потому что он полезный. Тем самым, приближая нас к радиации. Вот так вот, ребята. Возможно, благодаря этим останкам радиации здесь очень вкусная и крутая картошка. И люди живут до 100 лет, если не бухают. Но вообще красиво. Вот здесь вот где-нибудь на щуку поставить бы в камышах. Вот как их ловушки, как они называются, рогатки вот эти. Напишите в комментариях, как эти штуки называются. Так, Серега, а где же мы баржу можем найти? Наверное, надо по берегу туда-куда-то. Да, туда-куда-то надо. Короче, здесь нужна уже лодка. Без лодки по берегу гулять, это фигня. О, какой камень интересный. Весь проточенный, как червями объедены. Я вспоминаю, бабушка же говорила, что она на берегу плывала на плотах. А, ну понятно. Короче, как вы поняли, ничего мы такого мега интересного не нашли. Потому что по берегу там так не прогуляться. Лес такой непролазный. Нафиг это надо, не интересно. Ну а то место, это место, где вот лодки. Это наши соседи там облюбовали. Так скажем, они постоянно в этой деревне живут. Рыба, все дела. Они этим занимаются. Что здесь, рябушка или корюшка, Серег? Рябушка. Я никак не могу запомнить. Рябушка тут у нас или корюшка? Рябушка вроде, да. Корюшка в Питере, на Ладоге. Корюшка на Онеге, рябушка. Вроде так. Вот они эту рябушку прямо, когда она идет, они прям постоянно. Наверное, тоннами там ее херачат. Продают, естественно, себе там и так далее. Короче, вот такое мега крутое тревел-приключение за бесплатно. Если ролик понравился, лайкос, подписка, комментарий. Расскажи, куда еще можно съездить. Где заповедные крутые края. Где можно потусить. Будет интересно. Всем пока.